Дота Мани. Самый лучший сервис для обмена ваших вещей из Дота 2. Огромный выбор скинов. Сделать обмен вы можете всего за пару кликов. За остаток с обменом можно не переживать. Он останется на вашем балансе. Ссылочка в описании. Всем привет, друзья. Сегодня у нас будет Аберт. Играть он будет на Морфье. Приятного вам просмотра. Топ-1 игрок на супер-крутном герое. Еще и в миде. Идеально. Все карты сошлись сегодня. Да, бед это машина. Это монстр. Можно открывать словарь синонимов и хвалебные сообщения писать в адрес обеда. Потому что игрок в своей сфере гениален. Его на нашем канале очень сильно любят. И сколько мы миполя выпускали, сколько мы выпускали различных других мидеров. Да, один из самых сильных мипов вообще в мире. И на других героях он тоже умеет показывать вещи. Пока что в нашем представлении, не знаю как в твоем, но я думаю, что я отвечу за нас двоих. Самый сильный морфлинг, которого мы смотрели, это Папарацци. Ты согласен с этим? Полностью, абсолютно. Последняя игра, которая была на морфе от Папарацци, там просто лютая грязь творилась от него. Да, я помню, какую-то мы игру записывали, где он на миде стоял, очень тоже сильно исполнял. Мы записывали различных игроков на морфе, в том числе и Рамзеса, который очень любил морфа. Да, я тоже, но больше всех Папарацци запомнился. Ой, знаешь, кого я еще вспомнил? Морфа, который был от CCNC, который перекосил вообще в нулище. Да. Против инвокера, по-моему, или кого он стоял, я не помню. Да, да, да. Там вообще что-то нереальное было. Это верно. Там, по-моему, был ККС, у морфа 30-30, то есть 32 скидов, 30 снаев, у инвокера было около трех крипов. Да, там, это была крутая игра, действительно, такое запоминается. Ну и давай перейдем, наверное, к обеду, поговорим о его морфинге. По поводу стартового закупа. Все максимально понятно, сейчас на мидерах мне покупают себе цельный в рейсбенд, нуль талисман, либо брейсер, по той причине, что тебе не хватает тогда на веточки, которые ты сажаешь и кушаешь тангусы. Соответственно, вы покупаете себе либо две пачки слиперсов, либо покупаете цирклетки. Слиперсы, это вот эти вот носочки на ловкость. Он решил себе взять немножко больше хп, потому что морфинг сам по себе, как герой, перекачивается в ловкость и получает необходимое количество дэмэджа. Давно я, кстати, шторма не наблюдал. Мой любимый герой. Я обожаю, не знаю. Шторм это вообще в топ-3 моих любимых героев находится. Вот, знаешь, я вот на самом деле полноценно не понимаю, почему шторм стал настолько послабее. Казалось бы, герои не трогали, но как все-таки вальвы могут регулировать баланс в доте? Они просто подняли других героев, немножко ускорили игру, сделали... Регенерацию переработали маны и, в общем-то, все это сказалось. Ну да. Плюс самое главное, наверное, это переделанный блатстоун, который теперь тебе не дает респаунд тайм. Сокращенно, если ты набил себе блатстоуны. Соответственно, шторм очень долго в таверне, не может прилетать обратно в файт. И суицид теперь тоже не работает. Так, выход от таска. Суперная шторма, отлично. То-временная перетяжка и я смотрю сейчас на крипстаты и на надворсы. И казалось бы, да, крипстаты ровные, джиггернаут немножко выходит вперед. Но у джиггернаута за три минуты уже три фрага и вражеский джиггернаут может стать проблемой в этой игре. Посмотрим, посмотрим. Ласк до сих пор находится здесь в виду, но все, он решил отсюда отойти. А тасик на боте похавал говнеца и решил подоминировать на других линиях, потому что, ну, это единственный выход на ромере, когда ты не знаешь, что делать. Он, конечно, мог выпуривать крипов внизу, но его выход в мид, он окупился. Мортлинг бы сейчас все равно доминировал бы, доминировал бы, причем очень сильно над штормом, все больше и больше урона и... Кстати говоря, Мортлинг купил себе стик. Вот, это мелочь, конечно. Казалось бы, мелочь, но сколько я не видел лайнапов, сколько мы не смотрели с тобой игры, никто не покупал стики себе вот на ранних минутах. Большинство играли. Тем более против такого героя, как шторм. А он берет, и это прям глаз радуется. Дота игра на мелочах, не устану, наверное, это повторять. Обед пока что делает все шикарно на своей линии. По логике вещей, сейчас шторм застакает себе и вернется обратно на центральную линию. Дабл дэмэдж, отличная руна. Нельзя давать ее штурму ни в коем случае. Но хрен с ним, что шторм ее не заберет. Самое главное, что у тебя 96 белого дэмэджа, а дабл дэмэджа именно... По иронии судьбы, забрал себе кучу дэмэджа, две сотки и ни хрена не залосхитил. Бывает. На онлайке. Чем мисс прокает лоу граунда. Шторм не подставляется, понимаешь, что каждая одна тычка будет очень дорого ему стоить по мане. Ну, вообще, по деньгам, чтобы регенерить все это дело. Ты верно. Нажимай, кстати, глиф и слушай. Эх, не задавил. Был бы вейфорум, я был бы уверен... Да, вот не хватает этого. В этом моменте. Но не качают вейфорум на миде. Даже если есть возможность убивать, ты все равно выкачиваешь что-то вейфстрайк, размениваешься с героем. Просто обед это игрок немножко иного уровня. Он думает, наверное, что оппоненты сильнее, чем они на самом деле являются. Поэтому качает все атрибуты. Ну, то есть его третью способность перекачку. Да, конечно. И просто фармит. Если ты проигрок, то, как говорится, булки расслаблять нельзя. И нужно постоянно держать в голове, что в миде ты стоишь с равным себе. Нужно делать все правильно. Да, это правда. Потому что потом наступит та самая стадия, когда ты в профессиональном матче можешь какой-то мув сделать, который у тебя получался в паблике. Но это, допустим, не пройдет с сильным оппонентом. Ну, к примеру, Мираклум или Новоаном будет он стоять против мощного мидера и обкакаешься. А игра на миде, это на самом деле игра на ошибках. Тем более на высоких-высоких плеях против высоких, против сильных, точнее, команды. Ну, можно оплатиться. Фарм на самом деле вообще хорошо отстаивает линию. Прям хорошо, не учитывая, что у него ранг почти топ-300, там чуть меньше даже. Точнее, больше, топ-200 еще. Черт-50, округлим. Там 300. 161. Он стоит, он хорошо. Прям, учитывая то, против кого он стоит. Вообще, красавчик. Я считаю, что помогли еще немного морфу. На самом деле, штормом можно умирать в мине, но главное, получать фарм. А он это и делает, даже если он сейчас умрет, то у него уже есть шестой левел, и он спокойно может уходить в лес и продолжать фармить. Молодец, не тельтанул, хотя после первой смерти многие мидеры впадают в депрессию. Да, да, странно. Вроде как непопулярное слово, а мы именно его назвали. Реально депрессия бывает у людей. Да, не сборали, что сильно в таких моментах. Начинаешь кого-то винить. Просто, знаешь, ты вот когда играешь на миде, и когда, допустим, тебе гангают, ты же вот не думаешь, что вот красавчик, какие у оппонента, там, тиммейты, уроды. Ты просто играешь, да? Ну, убил и убил, круто. Потом ты говоришь, вот я выиграл мид. А когда тебя гангают, обычно ты смотришь с позицией, что вот помогите, вы тиммейты, дебилы. Кстати, не забывать, что если вам не гангнули в этой игре, то в следующей игре не гангнут именно вражескому мидеру, а вам халпануться. То есть нужно всегда оставаться позитивным и... И от пиков очень многое зависит. И от пиков. Бывает такое, что даже, ну, банально некому помочь. Кто бы не прилетел к тебе, он тебе ничем не поможет. Бывает еще такое. Тоже верно, да. Но и, кстати, не забывать, что на боковых линиях очень часто все бывает хреново, когда, допустим, сейчас на линии против джиггернаута, и решение от мидера простое. Решил сам прийти. Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Правильно? Правильно. Вот поэтому он и выходит. И гангает. Руна иллюзий, хорошая руна для Марфа. Много урона. Кстати, он, наверное, этого не сделает, но вот я сейчас задумался, а почему бы не отправить эту руну иллюзий прямо сейчас фармить в лес? Хотя он может закачать мид и также пойти в лес фармить с этой же руной иллюзий. Ну, допустим, если бы на миде... Наверное, только сделает. Да. Да? Так и есть. Иллюзии достаточно статовые, у них много армора и много урона. То есть один спот они худо-бедно туда заберут. Так, ну и что там по нетворсам? Я думаю, что в самое время переключиться на нетворс и посмотреть. Вышел на джиггернаута, понизил его нетворс, повысил свой нетворс и на самом деле это очень важно. Когда ты понимаешь, что у врагов намечается какой-то плотный корр, а у тебя есть возможность его убить, приходи к нему на линию и душе его. Вот эти три героя в позиции стоят, но показались уже и убить возможности морфанет. Недалеко тиммейт находится Таск. Ему бы сейчас здесь не подстрелять. Он не на это и делает. Тимм, подстревает. Да. Не дошел до крипов. Хотел за сноуболиться. Кстати, как в отношении Таска это двояко звучит? Ну да. Решил за сноуболиться. И способность есть. Да. И такой плейстайл, скажем. Ну более... Харло, Таск под Цивил. Отлично в этот момент. Красавец, увидел этот момент. Ну, правильно. Игра на мипе, мне кажется, не мониторить всю карту, это грешно, что ли. И отлично. Очень вовремя перетяжка. Осталось только угадать, куда Джаггер пошел, угадывает. Отлично. Ну тут, знаешь, разве что... Если бы Джаггер видел телепорт от Морфа, а он, по-моему, не видел, тогда, возможно, он пошел бы именно вверх. Да. Но учитывая то, что он не видел телепорта, он пошел по дефолтному направлению вниз, чтобы там прорубить одно место для ветки и выйти снова на линию. Ха, бед. Хватит крипов пропускать, друг. А он одного крипа просто заигнорил, да? Да он вообще, типа, ну, тут проблема немножко с лоски там. Опа. Ой, ну почти, слушай. Может быть, ему не стоило давать очередную тычку и стоило просто адаптивом бахнуть? Только хотел замыкнуться-то, а и во тьму вскрылся. Сейчас, слушай, в общем, плохой ситуация, оказывается, сейчас обед. Вроде подходит, там, сладер бежит, и церковь там где-то недалеко. Или не должен нажимать стик, нажимается в вейформу, подзарядили мастики. Ну, ему и так хватало обманы. Перекачка. И есть кларет, ну, точнее, ласка и манга. Раз сейчас тоже юзнет. Ну, нужно выкинуть в рейсбэнс первое. Ну, все-таки люди, как думают обед, высокого уровня игры. Ну, и шмотки на манту. Уже хочется тебя покупать. Почему манта в этой игре? Ну, во-первых, просто артефакт, который очень сильно бустит морфан на ловкость, на статы. И при этом... Я угораю. Поделись. Я никогда не видел просто от обеда вот такие проблемы с ласкитом. Ну, просто чё-то, я ж... Знаешь, ну... Тут... Может, он просто не делает... Не придет нам к этому. Да, не, ну, понятно. Для меня это вообще не столь любви. Важно просто забавно. Ну, да. Да, возможно. Допустим, я сколько игр за Мерикл он смотрел. Может быть, это, знаешь, это есть синдром Керри. Игры у Мерикла не таковы, что я вот видел пару... Ой, а уже язык заплетается. Так вот, он, короче, на линии на Мерикле донает там вплоть до 15 минуты. Крипы на линии. У него на антимаге уже БФ есть и ДФарми, но он продолжает идти на линии и донать крипов. Он здесь, говорю, синдром Керри просто. А вот у миндеров, мне кажется, наоборот. Они типа редклик нажали, добьет, не добьет. Они больше думают над тем, как им кнопки нажать, как в этой ситуации сыграть. Ну, коза, может быть, думал над закупом, может быть, в этот момент. И о, кто там сзади по плечу погладил, там, позвал. Любимая девушка отвлекла. Все может быть. Может быть, он вальтал. Или по столу внезапно, который оказался. Ну, это уже... Мечты дотеров. Из ряда видоса на порнохайве. Мечты дотеров, да. Ну, и пушит пока что вышку. Урона колоссальное количество, 160 дэмэджа. И что будет, к примеру, с лишаком, когда на него Сладдер повесит коррозив Хейс? Вот что с ним будет? Лиша, герой которого 8 армора. Сладдер ему весь армор снимет и Морфинг просто будет наваливать. Огромным, огромным водяным болтом своим. Возвращаясь к прошлой теме. Возвращаясь к порнохабу, да. Ставит там бут, зачем ты снова в пол нажал. По итогу тамбул забирает, потому что она, по-моему, первого левела. Да, и там 4 тычки всего нужно. Мои просто уходят из файта, продают СМ-ку. Скорее всего еще продадут Сладдера. Сладдер тоже не отпустит. Судя по вайформе, которая сейчас была нажата, он взял свой талант. На десятом, на 350 годальности. Этого с пола. Офигенный талант. Почти всегда я его беру на Морфе. Подоиграю. Я на Морфе играл очень много в то время, когда он был стареньким. Когда репликает, создавал иллюзию. Ты мог сплететь. Офигенные бои времена. Я бы... Офигенный. Вообще, на самом деле, мне Морф любой нравился. Каким он не был. Этот Морф стал полномобильнее. У него плейстайл изменился. Но тем не менее, к чему это говорит? Потому что профитность таланта не могу я назвать. А мы на самом деле смотрели, бывало и лук. Ловкость брали и тальность. Ты знаешь, кому что приятней. Нельзя сказать, что что-то определенное прям гораздо лучше. Я, по-моему, больше наблюдал, даже если не говорите в формате обзора роликов. Больше, наверное, все-таки вирус в 350-ковой форме. Мобильность у тебя появляется очень большая. Здесь ловкость все хорошо, но... Типа, у тебя сейчас 160 ловкости. Переключил, пт-шка стала поменьше. Эти 10 ловкости ни к селу, ни к городу. Ну, типа, круто, но... Лучше, чтобы твой герой был по всем фронтам хорош. Прямо в шторма вкатился. Просто пронзил его насквозь. Тут можно снова отсылочку к порнохабу. А я хотел, думаю, ну ладно, это уже перебор будет. Как видишь. Дорогов мысли сводится. Ну да. Ну да. Ну да, без кроссового фракт или шок делает на тралябе. Этот в тот момент промониторил и продолжает фармить линию. Так вот, о пользе манты. Помимо того, что это крутые статы, так еще и возможность сбрасывать треки. Арчит, который, скорее всего, появится на шторм спереди. Может быть, уже нет, потому что он увидел манту. Но тем не менее. Лучше брать, чтобы шторм не собрал, чем не брать. И пару раз просто бездарно умереть, а потом проиграть игру. Ну и плюс опять лишрак. Опять лишрак и... Что у него там? Атос, нет? Да, атос. Пожалуйста. Такие дела. Очень часто сейчас лишраки у нас. Постоянно появляются. Может быть, я сейчас скажу глупость, но нахрена ему линкен-сфера? Кто там мне не может объяснить? Ну, из тех, кто мне может объяснить, только ты. Так что, Серега, давай, дерзай. Почему он хочет купить себе линкен-сферу? Для манрегена? Я бы сказал, что это просто привычка покупать линкен-сферу на морфе. Ну вот у меня тоже... Просто привычка. Обед фамигал сейчас на ондайнга, на его левел, 6-го левела ондайнг. И это реально забавно. 16-ая минута. Дай чапает 6-ой. Может, он вообще изменит свое решение? Ну, посмотрим. Посмотрим. Но я очень надеюсь на это. Быть может, это просто. Быть может, он привык... Ну, маны, действительно, с маной есть небольшие траблы. Здесь, конечно, есть ценка в команде. И есть как вариант артефакта с каде. Ну, давай посмотрим, что у них есть. Ну, в теории, если все-таки шторм будет покупать себе арчит, то он может сбивать вортексом, потом давать тут же арчит. Да. Ну, какая хрен разница, если ты потом нажимаешь манту? Ладно. А что, он, кстати, немножко баф налил. У него теперь вортекс не замедляется, но его шторма. Небольшой баф, но тем не менее. Ну да, мана, когда закончилась, можно убежать, даже если ты заметил кого-то. Может быть, наоборот, он с расчетом на то, что кто-то, он будет нажимать арчи с пиво, чтобы сбить линку, а потом вортекс, то есть морфинг не будет в контроле стоять. Ну все, он уже скази поставил в пикбай, так что можно убить эту тему. А так он же вроде что-то покупал. Он, видимо, продал сразу, да. О, фух. У меня, знаешь, отлегло. Я уже подумал, что я вообще ничего не понимаю в этой игре. Теперь он так не есть. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось, да. Хорошая тамба от Антонга, попытка, по крайней мере, подраться была прикольная, но не хватило дэмэджа, шторм спирит улетел. И там еще джаггернаут вернулся в файт, и, кстати говоря, джаггернаут тут должны хлопнуть. Я хотел сделать то же самое, что и делал. Ох, если бы еще и ультимейты, можно было прожимать на морфе, это было бы жестко. Ну, в другой жизни. Возможно, это будет называться морфинг. Морфинг 2. Скорее всего, морфинг 3, потому что он же претерпел их плотных изменений. Ну да, это была бы уже третья версия. Или четвертая. Сколько раз бы вы меняли там? Ну, по сути, репликейт был всегда, вот тем самым старым репликейтом, еще с первой дотки. Вот потом мы сделали как раз-таки возможность применять способности, и иллюзия от ультимейта пропала. Сам морфинг превращался. Вначале все считали этого морфа вообще каким-то, не знаю, кальным героем. Он был беспонтовый, но потом, как начали играть на этом герое, всякие игроки по типу Алоши, Папарацци, ну просто... Просто когда увидели, какие вещи можно делать по макро игре на этом герое, я сразу... По микро, наверное, именно микрить. Ну и макро тоже, вот за счет сплита, вот этого вот, постоянного прессинга. Я про старого сейчас морфинг как говорил. А, а я про нового. Ведь старого тоже, как бы его особо-то и не любили. Пока не увидели, как на нем играет. Это так и есть. Старый морфинг, кстати, он в свое время попытка своровать Аегис, но... А нет, стоп, он даже не пытался своровать Аегис на Шторм Спирити. Вот у меня сейчас вопрос возник. Шторм Спири сейчас летел в Рэшпит и при этом нажимал телепорт. Соответственно, он Аегис не мог же своровать. Он, скорее всего, хотел просто шотнуть морфа. Морф, как правило, перекачанный в ловкость. А Шторм, ну, с далекого расстояния, если влетает, то там, где мы же, на самом деле, много. Задиспойлил себя Спириту Весел, вот еще один плюс манты. Спирит Весел просто не работает. Если бы он сейчас долг, я бы, ну, просто поиспалом словил бы. Быстренько переложил и порегенился. 320 с хп, идеально. Уже больше. Чтобы Балди Хантер подошел к тебе в упор, дал тебе либо тычку, либо тос выкинул. И ты подох. И при этом всем у него 8-0-3 на Джаггернаут все равно в лидирующих позициях, потому что что? Потому что Джаггернаут в салат еще выиграл линию, он купил себе еще Мидос и при этом у него есть молнии на фарм. Ультимейта Джаггера может навалить тут, но по крифамочу. Да, и тут уже намного попроще стало. Кстати, и был бы ультимейт, можно было бы поставить Хилинг Вартус, где нужно быть осторожным, но кого это волнует, если он просто с Айгисом продолжает драться. Еще ультимейт Крозив Хейс у Сладера. Если бы задолжил, цены бы ему не было бы. Тут дело Лакича. А Слава, все равно пошел дальше слишком сильно задавил, хоть обед даже не собирался. Че смог с тобой поймать Лешака, Лешак давал вообще в Славдара. Рейдк, лечо, по голове. Не, не пойдет. О, еще один фракт, подождите. Только недавно его убивал опять Андайминг здесь. Он, видит, как он его забайтил, развернуться. Это было круто сделано. А они, кстати, все смеются, но типа, команда и Зайд, видимо. Все выделили этот момент. Обратил внимание тиммейту, да, либо увидели сами. Погрел крипов в адаптив страйк, а мы продолжает фармить себе баттерфляй. Но в пользе баттерфляя, говорить, я думаю, что смысла нет. Просто хороший артефакт, который на любом лавка че смотрится круто, а на морфе вдвойне круто, потому что пустит урон от адаптив страйка, соответственно. Ах, не дотянулся. Нужно было всего лишь дать одну тычку, ту самую, которая замедлила его борьбу от эффекта скади. отцепили бы жагера, но и не дотянулся. Ну да. Скади вообще вот еще чем хорош вместо деминсферы, что в этой игре помимо плотности, помимо монопула, который необходим жизненному морфингу, он еще и против джаггернаута работает просто круто. Ну и против героев по типу лишь шака, антайнга, просто идешь и в спину им кликаешь. В наглую так зашел, ничего не боясь. А, минуточку. 27-32 счет и морфа 11-12-05. При этом тиммейты его не отличаются особым КДА. То есть пока что он солид. Будет ли играть так скажем продолжаться в том же духе. Тиморфинка сейчас сделал обед очень опасный тип аут. Могли ему сбить телепорт. Так, фал ловит нормально. Джаггер, конечно, регенится, но замедляет пока что его. Ой, реген, он хотел сейчас сбить хеллинг варт, ему пришлось ударить по джаггернауту, чтобы... А мне показалось или он мог сейчас дать адаптив страйк от силы? Наверное, показалось. Джаггер в крутилке был? Ну, он был в крутилке, но у джаггернаута было полсекунды, когда он вышел из крутилки, а телепорт еще по-моему, продолжался. Напишите в комментариях, так ли это было, мог ли он... буфери смотреть. Вера нет. Я думаю, он пытался, если бы мог. Что-то я... Да, может быть. Показалось. Игрок не слабый. Слово слабый, оно вообще не должно стоять с этим никнеймом, с именем обед. Обед это же имя, и в то же время никнейм. Это второй такой гениальный игрок, есть в свою, у которого имя и никнейм. Все как-то... Ну, совпадают. Разбивает тамгу, отходит как-то фарма. Он пока что лангай... Ой. Что происходит? Это джаггернаут и что он вообще на него время не тратит. Забирает штормазы, забирает лешака. Байбэк делает шторм. У него есть еще Аегис. Пока что он еще живет. Который пропадает. Ой. Именно поэтому драка была принята и должен или не должен. Кстати, дальность вейформа как раз очень сильно на руку в таких моментах играет. И все. Ой. 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 Я думал, что и все. Игра сейчас на этом закончится, потому что они как бы снизили одну сторону, но они сейчас дали бы очень много. Во-первых, Морфинг, который умирает с Аегисом. А во-вторых, все четыре тиммейта обеда сдохли и... Которого четыре раз ноль. За него бы очень много денег дали. Да, да. Байбэк шторма, но шторм без Бладстона, но тем не менее, если бы он убил Морфант Бладстона у него тут же появился, потому что ему не хватает всего лишь косарика. Как же карты легли, конечно. Не радует меня Нетворс тролля десять тысяч, но благо у врагов уж штормс верит на такой же Нетворс. Казалось бы, обед немного забирает фарма по карте, у него есть 222 крипстата, но он постоянно участвует в фрагах, когда 20 бегает. Чё ж у тролля так немного по шмоткам. Ну, видимо, линия не совсем приятная. Просканил территорию, проверил, есть ли там враг, который забирает рел руну, потому что на боте не было эти самые настоящие руны. Прага не оказалось, поэтому Даталова пошел и забрал себе руну хосты. Блядь, Антайн, как же быстро он его убивает. Ну, Антайнга очень маленький уровень, поэтому он вообще в самом юности находится. Поэтому умирает быстро. В соло, лям, он просто в соло их убивает всех. Он здесь один вообще. Он давал тычку курену, там мисс проф, либо он давал тычку хеллингварду, там мисс проф. Было бы забавно, если бы он и тавры трех героев, трех он убил, нет, Или шаг на боте, у меня. Потому что нет возможности, его убить. Я, кстати, думаю, что ты, наверное, девятый пик, нет, десятый пик обед на морфе. Я думал, что морфа не пикает в штормах. Оказалось, смешная ситуация была обратная, что там спирит законтрил этих морфа, так, своим пиком, но нет. Отходит от самолета, разбивает тамбу, игнорит сейчас полностью героев. минус, лишний рак. Ой, а у штурмомана закончилась. Как же так? Он так не просчитался-то. Он летал туда-обратно, и, кстати говоря, штурм спирит имел деньги на блокстон в этом моменте, но курицу он не мог отправить, потому что кто-то ее знал. Если бы у него сейчас был блокстон, то он его бы просто потерял. Либо нажал бы и поединил с ума. Мойбейс играл бы на пользу. Ну и МКБ, учитывая то, что это дамажащий морфлинг. Жигернаут, кстати, на перспективу купил себе Баттлфьюри. Интересно. Видимо, он понимает, что игра будет против мегасов, а дефать со штурм спиритом можно. Баттлфьюри плюс Майлстром, и это на самом деле огромный потенциал Дефенда. Плюс на Майлстром сейчас заградит в Мьелнер. Круто. Знаешь, мне кажется, что против морфинга на Джигернауте просто необходимо тебе брать снифуза. Ну вот, просто москейф. Даже если ты, допустим, начинаешь его бить и забернешь хотя бы часть мамы, то он уже будет не таким обильным и не таким сильным, которым он, собственно, является сейчас. Ой, там баш как прокнул удачно-то с лардером в нужный момент он у него был. Джигернаут пошел драться без ультимейта, тут же нажимает байбек, понимаешь, что нет байбека у Балантихантера, но возможно стоило сделать это попозже, но это, он просто хочет отпушить линии. Пока есть время, потому что враги все равно будут заходить на хайграунд, там, кстати, Штормспирит пошел скипать вейвы. Пачку он скипнул. Ну, там уже вторая идет. АТП на кулдауне Шторма теперь уже будет посложнее. Просто полететь, он, есть ли глиф? Глиф имеется, нажать. Так. Попотолбить. А где хоть что-то? Слушай, если бы дали бы хоть одну кнопку, то зафокусили бы. А ведь может посыпанные. Поэтому, если бы сейчас убили бы морфа без байбека, спокойно бы отдефали бы все, что можно отдефать. Глиф кстати нажали на поздновато, это сделали на миг крипов. Краблая просто успевает режиму прожать перекачку, все нормально, все под контролем, у него еще 14 стиков имеется. ГГ, кстати. или фокил. Хотя приходит джаггернал, убифайт просто подсвечен трех героев. Вот это лхп. Хорошо, как же она зашла хорошо. Да, круто. И поэтому не гг. Поторопился я с выводами и джаггернал с ником дядя я скачили, но у него буква и выделена вторая, поэтому чилим скорее всего. Возвращается в эту игру и неплохо так возвращается. И эти фраги были под треком. Две бабочки и два скази. Нормально? Знаешь, вот такой, так, я тащу, ага, постите меня ютуберы. Делайте из меня видосов прям байсов. По закупу я не видел, что он собирает два баттерфляя, но я знал, что эта игра будет очень и очень сочной. Два баттерфляя это мощно. А знаешь, почему он собрал два баттерфляя? Потому что у Шторм Спирита нет ни Арчида, ну, соответственно, нет Блаторной МКБ, а джаггернаут после Байбэка хоть умер, но сейчас если он купит даже себе МКБшку, то у него не будет хитпоинтов, у него не будет того самого эскейпа, не будет башера, чтобы контролить морфа. То есть джаггернаут вынужден будет купить МКБ, но это по билду скажется в целом не очень хорошо. Сатаник все-таки вместо второго Скади. Ну, Сатаник получше будет, очевидно. Второе Скади это бесполезный артефакт. Ну да. Я, кстати, в одной игре один раз задумался, а почему в морфингу не покупают такой артефакт, как Кераса? Он статов не дает, но тем не менее армора, ну, типа, очевидно. Все же, на самом деле, на поверхности у него больше полтос армора, нахрена ему больше. Поэтому артефакты нужны ему исключительно на хп, на лоу, силу, и на джор, соответственно, на мануш. Кади, манта, сатаник, линкин сферу, именно поэтому берут. Этериал покупает, который дает ловкость, немножко статов. обед байзет на иллюзию. В моем рейтинге обед в топ-5 мидеров входит. Реально, в топ-5 мидеров. Что я сейчас увидел? Лучше бы я, ладно, не буду этого говорить, лучше бы я просто не видел. Очевидно, ультима, это Джекер Наута хороший, минус 2 гилоя, почти минус 3. У него байбай, конечно, его сейчас убьет, а его не убивают в очередной раз, не хватает немножко, чтобы дофокусить, и по итогу обед снова остается один, но в этот раз у него хотя бы имеется аеги, сможет переводиться, если что, ван дайнга, подворовать немножко силы и потянуть время, что, собственно, и делает, пока на нем висит скрит-весел, и в вейв-форму он не тратит, что примечательно, потому что догорел бы, и потом не смог бы блинкануться. Ха-ха, хорош. Ха-ха. Вот так вот. Сделали грипов, а теперь можно отойти. До свидули. Слушай, не жил, он опять выживет. А не вот, как же не вовремя-то. Ха-ха-ха, форт поставил. Что? Нормально, нормально. Что ты, когда в джагера превратился, там же на самом деле настолько оно тоненького было, чтобы у вас спирит-весел не дожег. Да. Нет, реально, хороший игрок, и наблюдать за ним всегда удовольствие. отгорел немножко. Противно. Это что он спирит, который летел на фуллману, чтобы убить стамп спирита, ой, чтобы убить морфа, и так, кстати, третья смерть, бездарная шторма, и знаешь, покупаешь, ты бласса, думаю, сейчас заряжу. Так вот, он зарядил с 14-й был, сон, до 5-ти, причем подряд. Заряжал, заряжал. Удачное вложение. Да. Ага. Что это было? Ну, в этом мне должна была поставиться пауза от обеда. Напомнил бы себе, что нужно зарепортить на самом деле у них уже, наверное, приятная дружеская атмосфера, и успею, они просто идут заканчивать. Напишите в комментариях топ-5 мидеров, по вашему мнению, за всю историю доты. Не только нынешних мидеров, я стоп-дово думаю, что там будет No One Miracle, а мидеров еще онскульных. Ну, это игралом. Да, там дайве будет в любом. Это беспалевно, беспалевно, да. Коу-кого-то, может, это ябкиз будет с этим в этот раз мейджи гернаута, ну, на пол шишечки-то. Зашел и вышел. Как же он, пайтит-то постоянно на СРДП? Подрубился сатаник, нажал. И закончили дегернаута. Красава, обед. Не забудьте заставить свой топ-5 и обязательно пишите в комментарии, как вам вот такой вот мощный мотлинг. 26-0. Ни разу не умер. хиро-дэмэдж посмотрим. Да, да. Это будет много. Для тех, кто не в курсе, мы практически всегда оставляем вот эту финальную таблицу. Здесь есть ID-матчевый. Если мы даже не показываем, вы можете сами смотреть, заходить по этому ID. Есть, кто сколько нанес урона, кто что покупал и так далее. 57 тысяч. 877 гпм у него и колоссальное количество нетворсов. Это почти 30к. Да. Спасибо всем за просмотр. Это был Аббит.